Ничто так не трогает человеческое сердце, как песни о войне. Всегда душевные, полные скорби и невероятной любви к людям и к родине. Молодое поколение знает о далеких сороковых лишь по рассказам дедушек и бабушек, по книгам и фильмам, но поет вместе с седовласыми ветеранами об этих днях проникновенно, чувственно, по-настоящему искренне. Марафон мужества стартовал с областного музыкального патриотического проекта «Наследники Победы», где около 15 участников со всей области пели о далекой войне. Именно так они проявляли свое уважение к судьбам теперешних ветеранов и к судьбам тех, чьи жизни оборвались раньше времени. Вы знаете, что я сидел с товарищами, переговаривались, так сказать, и говорили между собой, сколько у нас молодых талантов. Просто душа радуется. Так это здесь чуточку, так сказать, из какой исполнителя вот эти молодые девочки и парни, значит, настолько она укладывает эту песню, понимаете, добра, патриотизма. Мне, на самом деле, очень приятно принимать участие в таком мероприятии вообще. И этот год, такой знаковый год, важный год со дня победы войны, вот. И что я чувствую, ну, я очень люблю военные песни, потому что эти песни, они наделены смыслом на самом деле. Они, ты поешь не просто так, не в каких-то пространственных таких вещах, а конкретно о победе, о войне, о тех людях, которые погибли. Кроме того, первый день марафона начался еще и с выставки «Мы для победы ничего не пожалели», которая рассказала о героях Великой Отечественной войны, о подвигах и событиях тех дней. Современному поколению трудно представить, насколько трагично было прошлое наших дедов. А такой патриотический проект, как «Марафон мужества», является своеобразным связующим звеном между поколением очевидцев боевых будней и молодежью. Мы будем привлекать внимание молодежи к нашим историческим событиям, то есть к событиям Великой Отечественной войны, связанных с освобождением Республики Беларусь. Подвиги наших дедов хранятся в памяти народной. К сожалению, живых очевидцев тех страшных дней осталось совсем немного. И все, что можем сделать для них мы – проявить уважение к их прошлому. Ведь это и наша история. История всех поколений.